Девушки отдыхают Познакомим вас с нашим влогом Буквально минутка видео Здесь наверное место есть Да, я потом отойду Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сколько там еще танец Уже встретились на этом Беларусь И мы хотим начать С того, с чего начинали мы Мы год говорили себе Что нам надо завести блог Год говорили И все время нам что-то мешало Нам мешало то, что вначале нам казалось Что нам нечего сказать Потом нам казалось, что нам есть что сказать Но этого слишком много Потом мы не могли похудеть, чтобы сделать фотосети Короче, миллион причин Не позволяющие нам Выйти в инстаграм И здесь звезды сошлись Потому что наша бывшая ученица Которую мы тоже рассказывали Да мы скоро Вот сейчас вот уже в инстаграме Все-все будет Она приехала через год На родину, в наш город И говорит Ну, и где ваш блог? А у нас нет ничего И слава богу, что в нашей жизни Есть такая Маша Которая прошла ряд обучений В общем, она все знает в инстаграме В отличие от нас И которая в тот же день Не откладывая на завтра Она сказала Я вас сейчас распакую Мы испугались, конечно Что это будет Но она вот на нас проверяла Все, чему научилась Мы жертвы Машиного эксперимента От начала до конца Значит, первое С чего она начала И с чего я хотела бы Чтобы и вы начали Определить цель блога Зачем он вам? И это был главный вопрос И я бы хотела, чтобы вы сейчас Ну, или устно сказали Или записали для себя Зачем вам блог Если вы будете его вести? Одна минутка Можно? И формулируем как-нибудь Ну, мы в этом месте сидели минут 15 Я вам честно говорю Я вас так вот ставлю Может и дольше Нам хотелось, но мы не знали зачем Можно кого-нибудь спросить? Зачем блог? Пожалуйста Показать себя Прекрасно Одна из целей Показать себя И эта цель уже сформулирована точно Показать себя Это необходимо для того, чтобы Для того, чтобы мир узнал вообще Что есть такой прекрасный человек, как Александр И пускай посмотрит на него Поучится И повосхищается Чудесно Может быть, еще какой-то есть вариант Для чего, пожалуйста? Продвижение своих услуг Так, продвижение своих услуг То есть цель будет продажа каких-то услуг Да, их надо продвигать И Первая цель звучит как формирование личного профессионального бренда Ох, супер И бренд Все, чудесно Личный бренд Так, так, так Хорошо После того, как цель поставлена Необходимо решить Что в этом блоге будет И для того, чтобы достичь целей блога Мы должны как-то заявить о себе Тем, кто на нас подписан Представьте, что большинство ваших подписчиков Не будут с вами знакомы лично А они должны узнать Что вы действительно звезда Что вашему мнению стоит доверять Что ваш опыт ценен И что это все имеет отношение к реальной жизни Значит, как это сделать? Как достичь цели? Надо идти в трех направлениях Безусловно Если вы не будете интересны своим подписчикам Как личность Ничего не получится Мы отчаянно сопротивлялись Долгое время И очень не хотели рассказывать Свою точку зрения на что-то Свои взгляды Мы вообще не хотели писать ничего О своей личной жизни И это была наша ошибка Слава Богу, мы ее исправили Но мы потеряли месяц Мы были такими закрытыми, правильными училками Которые не были интересны Никому, кроме наших знакомых Они жалости ставили нам, конечно же, лайки Но ничего вообще не писали И это было отвратительно Потому что если мы не имеем обратной связи Нам кажется, что все неправильно И через месяц блок закроется Как, к сожалению, мы видим Это происходит очень часто Среди белорусских учителей Мы, готовясь к Кэткэмпу Посмотрели несколько блогов И увидели, что выгорают И выгорают очень быстро Значит, как мы выходили На рассказ о личности Маше нам, конечно Как должно было быть точнее, скажем так Мы должны были рассказывать Какие мы разносторонние Такие интересные личности А так как мы не хотим Этого рассказывать У нас здесь была такая Небольшая ломка И нам пришлось переступить Через себя И первый пост Который вызвал комментарии Это был пост уже злости Когда мы написали о том Учитель, в скобках Не должен быть амбициозным И в этом В нем мы рассуждали о том Вообще, что такое амбиции учителя Должны они быть в его жизни И тут наших подписчиков прорвало И это было такое шоковое состояние Для нас в том числе Потому что они нам начали писать Не лайки ставить, а писать Они вступили в дискуссию И мы понимали Что вот когда мы начинаем Что-то о себе рассказывать Вот тогда они начинают с нами общаться И начинают нам доверять То есть мы свою личность Однозначно через блог Должны транслировать Хочется нам этого Или не хочется А рамки Допустимые для вас Ну вы уже будете устанавливать сами Далее Необходимо показать свою экспертность То, что стоит доверять Ну вот глядя на эти фотографии На эту безумную фотосессию Вряд ли у кого-то Спасибо Расскажем Да, мы расскажем То есть почему нам должны верить Кто мы такие Мы из обычного Очень провинциального города Пинска Далеко от столицы На священии Никто не знает Ну нас объединяет то Что мы там сдали Категорию учитель-методист Да, и работаем вместе И дружим Об этом знают в нашем городе Да Но как чтобы об этом узнал весь мир А хочется же И тогда мы стали демонстрировать Свою экспертность Через какие-то посты Изучив конкурентов А это тоже та стадия Которую надо будет пройти Мы увидели, что пишут Примерно об одном и том же Учителя для учителей И есть такие попсовые темы Которые берут абсолютно все И когда мы их прочитали Штук 10 Мы уже четко определились с целью И выбрали путь Писать не то, что пишут все Ну пока получается Но не знаем Скатимся ли мы на рельсы Мы стараемся писать Какие-то такие фишки Которых нет нигде Или очень мало есть Такие фишки Которые мы уже попробовали сами И они действительно работают Так мы демонстрируем Свою экспертность Иногда Нас сейчас заставляют Все наши дипломы Отсканировать И все это Прицепить на блог Для того, чтобы нам поверили И чтобы еще больше подписчиков Убедились в том Что мы профессионалы Но мы пока боремся Я честно говорю Нашей конечной целью Когда мы ставили цель Мы вначале поставили цель Потом назвали блог Мы хотели внести Какую-то свежую струю В педагогику Для того, чтобы она Не была такой Как я помню из института Чем-то таким академическим И очень строгим Педагогика развивается Однозначно И надо очень Стараться быть на волне И вот эту свежесть педагогики Она вышла Вот в наше название Education Fresh Но нам Наш проект менеджер Сразу сказала Если вы будете просто Делиться 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 Вы выгорите моментально Давайте что-то продавать И для нас это был кризис Потому что Мы спорили отчаянно Часами Говоря о том Что учителя люди бедные Нам мало платят И мы не будем покупать Друг у друга ничего Мы доказывали ей Что учителя такие бескорыстные люди Которые просто делятся друг с другом Делятся своим опытом И нам за это ничего не надо Маша убеждала нас И убедила Все расценки Которые есть Делает она Потому что у нас вообще Рука не поднимается Написать ни одну из цифр И тогда она нам сказала Одну вещь В которой мы убедились позже То, что мы раздаем бесплатно Мы раздаем Оно не ценится Вот я вам серьезно говорю Это вот Как у всех есть Наверное папочка Посмотрю потом Это те бесплатные материалы Которые мы взяли где-то Супер материалы Но мы к ним никогда не обращаемся У нас Посмотрю потом и остается Зато если мы заплатили деньги Хоть какие-то Нам же жалко Это в папочку Посмотрю потом И мы начинаем это читать И этим пользоваться Мы устанавливаем цены Они достаточно приемлемые Как Маше кажется Для нашей страны Нам осуществляют переводы Из других стран Но в общем процесс идет медленно Мы еще не стали миллионерами И на блоге мы не можем вам рассказать Как разбогатеть По крайней мере за Три месяца Для того, чтобы Распаковать самого себя Нас-то Маша распаковывала Нам было легче Но для того, чтобы распаковать Самого себя Надо пойти Ответить на Три вопроса Первый вопрос Это Ну кто я такой? Вот запишите свою Особенность какую-то Вот кто вы? Кто вы? Мама? Там кто? Кулинар? Ну что-то про себя Важное Об этом просто Потому что придется писать Первый вопрос Кто вы? Кошка работающая Сама по себе Хорошо А еще какая-то Особенность Вот личности Вас как личности Интересны только сильные Ну не сильные Интересные люди Вот кошка Хорошо Это может быть в шапке профиля Это у нас шапка профиля Распределяющая шапка Давайте я вас попрошу Ну что вы себе можете Ну я тоже веду блог И развиваюсь В плане НОСТ Это я как бы И тестирую Спасибо А еще про личность Виктор Что у вас Ценного Я бы написал Наверное Что-то с комиссовик Затей Потому что Моя группа Гимнификация В основном В использовании Игры там На уроке В сроке Обычно В завощё По школе Когда идут Они иногда Думают Что там Не учится Там слишком шумно Но про это Я буду немножко Подробнее На своем Мастер-классе Спасибо Так Это очень сложно Очень сложно Да Мы это тоже Проговаривали не раз Мы писали списки Обсуждали И кажется Простой вопрос Кто я Он стоит в тупик Список Очень просто Написать Много А выделить Что-то ключевое А выделить Своё уникальное Четку И ты А с другой стороны Я вам честно Говорю Когда ты прописываешь Список Кто я И пишешь Свою уникальную Четку Ты потом Смотришь Блин Ты действительно Уникальный А у тебя действительно Много каких-то Вот таких Черт Которые Ты Можешь Делить миру Поэтому Вот пока мы писали Мы много Себе Да Мы о себе Узнали Много Ну это хотя бы Да Проблемы У всех педагогов Они не могут Поняться уникальности Ценности И главное У человека Всего самооценки Об этом Можно попросить Маму Либо ближайшую Подругу Она найдёт Что о вас Сказать Обязательно Прекрасный совет Мы мучились Сами Конечно Нас Не один день Распаковывали Но в любом случае Смотрите Вот эту первую черту Вы уже можете Позиционировать Как личность С человеческой точки зрения Но скорее всего Ваш блог Будет учительским Да И вы хотите Что-то транслировать Учительскому миру Значит Второй вопрос Который Надо ставить Чем я отличаюсь От остальных учителей А вы отличаетесь И тут не стесняйтесь Тут писать нужно Вообще Все Чем больше Чем лучше И здесь сложно В себе И найти И найти эту уникальность Не может быть Одинаковых И вот после того Как Вы определите Свою уникальность Кто-то хочет сказать Давайте повысим Самооценку Пожалуйста Знаете, как помогают Коллеги У вас Толока Которые Пришли С Мальсерфа С Ангельской ночи Страничка Где Мне было сложно Определить Что я делаю Не так Как все По ней Походили Погостили И выдали мне Что У тебя Вот это получается Лучше Чем у всех Я Я так понимала Что вроде Что-то оно такое Есть Но не могла Сформулировать А здесь Мне Коллеги Помогли В принципе Вот Определить Из всего того Большого Шрока Что-то такое Своё Пускай Ну самому Тяжеловато Если честно Найти эту ладейку Поэтому прекрасная идея Когда смотрят Остальные И советуют В каком направлении Идти Ну и последнее Что Предложить Другим учителям То есть какой-то Свой продукт Даже идея Какая-то Она тоже является Продуктом Это то Чем вы будете делиться Потому что Скорее всего Вам хочется Осчастливить мир Тем, что вы знаете А они пока Еще нет И это прекрасно То, что у вас Есть щедрота Души И время На это После того Как Вы Это все Пропишите Вы Уже поймете Что Как только у вас Появляется Вот эта идея Продукт Который вы Продаете Вы уже будете Нужны люди К вам уже Придут И следующий Момент На который Надо обращать Внимание Обязательно Это Шапка Профиля То Что Первое Бросается В глаза Когда мы Дрефим По Инстаграму Шапка Профиля Тут И фотографии И Обязательно Вот эти Нужные Слова Слева Вверху Значит Когда мы Заходим В инстаграм Мы Как правило Хотим Решить Какую-то Проблему Либо Вдохновиться Если мы Говорим О каких-то Рабочих Моментах И нам Не очень Хочется Перебирать По хэштегу Учитель Искать И все Смотреть И все Не то И все Не так То есть В любом Случай Зайдя На страничку Глядя На То Что у вас Написано Человек Должен Понять Точно Он к вам Приходит Или Вы Его Аудитория Или нет Поэтому Шапку Продумывается Она тоже Очень долго Пишется К сожалению И С течением Времени Она может Меняться Потому что В процессе Работы Вы вдруг Поймете Что вы Вообще Этим Не хотели Заниматься И как-то Вот По-другому Вильнете Значит Первое Слово Которое Там Должно Быть Это Должно Быть Связано С Образованием То есть Хорошо Если Это Будет Образование Или Педагогика Это Самое Первое Слово По Которому Вас Будут Считывать И Это Те Кто Предлагают Услуги Там Они Образование Репетиторские Услуги Что-то Такое Пишут Педагоги Там Пишут Образование У нас Это Отважная Педагогика Мы Назвали Педагогику Забросили Добавили Прилагательное Отважное И Вот Это Определило Направление Как стараемся Делать Далее Обязательно Надо Представляться Надо И пост Знакомства Конечно же Писать Но Всегда Лень Листать До первого Поста Знакомства Особенно Если Постов Много Глядя На ваши Фотографии Тоже Никто Не поймет Кто Поэтому Имена И Немножко Какие-то Регалии То, что Вы считаете Нужным Сообщить О себе И Обязательно Что Можно найти У вас На странице Так Например На нашей Странице Сейчас Можно Найти Бесплатные Материалы Платные Услуги И Все Это В шапке Профиль У нас Помещено Для тех Кто Не захочет Читать Наши Посты Ну И Посты Это Отдельная История Да И Мы Будем С вами Обязательно Сегодня Говорить О том В каких Муках Они Рождаются Я Имею Ввиду Посты Которые Приобретают Широкий Охват Во-первых Частота Работы Над Блогом Это Конечно Сумасшествие Я Искренне Поражаюсь Тем Людям Которые В одиночку Ведут Блог Мы Втроем Урабатываемся Так У нас Сил нет Если честно С учетом Что мы Поддерживаем Друг Друга Мы Всегда Помогаем Если У кого-то Не Получается Всегда Есть Тот Кто На Подхвате Посты Надо Писать Часто И Это Первые Вот Недели Работы Блога Вообще Рекомендуется Их писать Каждый День Это Нереальная Ситуация Я Филолог Таня Биолог Мне казалось Что я Тут Сейчас Пять Минут И все Готово Таня Плакала Первое Время Очень Долго Плакала Это Сложно С учетом Что у нас Еще Наш Управляющий Пока Не Принимала Посты Если Видела В них Несовершенство И она Нам Каждый День Один Пост Одна Мысль Растекаетесь Мыслью По древу Учительский Язык Говорите Так Пишите Так Чтоб Я Поняла Она Ни разу Не Учитель От Вас Отпишутся Что Вы Делаете И мы Она Что за Официальщина Где Вы берете Эти Выражения И В общем Боролась С ней В основном Таня Которая Говорила О том Что Если Мы Будем Писать Просто В Нас Не Будут Верить Подумай Что Мы Какие Примитивные Дурочки И Мы Потеряем Эту Лояльность Оказалось Все Наоборот Чем Проще Пишешь Тем Больше У Тебя Поклонников Сторонников Которые Тебе В ответ Что Напишут Хорошее Мы Когда Заходим В Инстаграм И Читаем Очень Умные Посты Ущербности Очень Часто И Дум Господи Какие Умные Люди Какие Хорошие И Мы Уходим С Тоской Даже Забыв Лайкнуть На Полезную Действительно Вещь Так Устроена Человеческая Психология А Когда В Инстаграме Материал Который Понятен От Первого До Последнего Слома Тогда Ты С Энтузиазмом Вот И Я Это Смогу Я Это Повторю Кардинально Поменяли Свой Язык Ну Я Перестроилась Чуть Быстрее Таня Перестраивалась Очень Долго Мы Походу Выяснили Что у нее Дислексия Еще Ко всему Прощему И Тем Не Менее Мы Тоже В постах Писали Мы Уже И Главриет Мы И Использовали Весь Инструментарий Который Только Возможен Чтобы Выйти На Этот Язык И Все равно До сих Пор У нас Есть Посты Которые Категорически Не нравятся Кому-то И мы Не публикуем К сожалению Хотя Они хорошие Нам и Не нравятся Мы Всегда Понимаем Урешение Коллегиально Мы Написали Пост Мы Все Читаем Его Если Кто-то Высказывает Своё мнение Что Нет Или Например Сложно Написан Или Это Совершенно Не Та Тема Которая Была Актуальна Учителя Мы Не Выпускаем На самом Деле То есть Нас Коллегиально Ну Да Значит Татьяна Воспользовалась Советом Известного Блогера Который Говорил Что Посты Написать Каждый День Ну Я Вообще Не понимаю Как она Это Делает Но Она Это Делает Она Каждый День Пишет Пост Вначале Вообще Были Катастрофические Мы Даже Их Не Комментировали Просто Она Их Просто Писала Но Раз От Раза Посты Становились Все Лучше Она Мы Доносила Мы Ее Уже Понимали И Корректировка Была Нужна Минимально Мы Далеко Вообще Еще Не Профи Поверьте Нам Но Такое Возможно Сделать Как Должны Распределяться Посты Это Тоже Очень Важно О чем Их Писать Мы Наивно Полагали Что Мы Будем Сейчас Вот Эти Вот Полезные Штучки Учителям Давать Они Все Будут Говорить Браво Ура И Все Будет Хорошо Да Спасибо Учителя Очень Благодарная Кстати Аудитория Только Один раз Некрасиво Было А так Все Прекрасно Но На самом Деле Так Не Работает Во-первых Ну Извините Столько Постов О том Какие У нас Фишки Это За год 365 дней Даже Если Ты Через День Ну 180 Фишек Условно Говорю У нас Нет Столько Поэтому Обязательно Должны Чередоваться И Желательно В равных Пропорциях То есть Что-то Личное Ну Не то Что Не Доброе Утро И Не Я Выгуляла Собаку Личное В смысле Ваши Взгляды На Какую-то Проблему Желательно Околопедагогическую Конечно Потом Должно Быть Что-то Экспертное Вот Где Вы Предлагаете Свою Штучку Ну И Конечно Если Это Продающий Пост То Вы Должны Приводить Людей К Мысли Что Им Это Жизненно Необходимо Это Что Касается Постов Так Да И Теперь Про Сторис Охваты Растут Только Если Вы Все Охваты Должны Быть Всегда На Высоком Уровне Ваши Посты Должны Быть Показаны Как Можно Большему Количеству Человек И Сторис Это Тоже Такая Печальная История Нашей Биографии Мы Вначале Категорически Отказывались Сниматься Вообще Просто Когда Маша Каждый День Звонила Нам И Говорила Что В вашей Жизни Происходит А мы Говорили Ничего Ничего Интересно Что Работа Что Тетради То есть Мы Даже Не Понимали Что В этих Сторис Писать Сейчас Как Смеется Моя Дочь Вы Сляпаете Сторис Из Любого Минимального События Ну Примерно Так Оно И Происходит Мы Стараемся Придерживаться Сторис Таких Относящихся К Теме И Тоже Смотрите Еще В чем Дело Вот Про Эджайл Сейчас Мы Были На Прекрасном Вот Тут Такой Пост Тут Такая Сторис На Неделю А Лучше На Две Идеально На Месяц И Мы Точно Будем Знать Что Мы Делаем В Следующий Момент Мы Расписывали Три Раза Как Дуры Просто Тратили На Это Время И Все Время Что Идет Не Так Или Выплывает Какая Тема Или Мы Понимаем Что Это Устарело Или Вообще Направление Нашей Целевой Аудитории Оно Им Интересно Явно Другое Поэтому Мы Отказываемся От Контент Плана Сейчас У нас Контент План Типа Завтра Ты Пишешь Вот Такой Вот Пост И Снимаешь Такую Сторис Только На Завтра Больше Нельзя Но Еще Одна Проблема Сейчас Ловушка В которую Мы Попали Это Когда Хотели Сделать Как Лучше Получилось Как Всегда Шарахнула Огромную Статью С Наившими Фотографиями С Описанием Постов Это Бы Ничего В конце Было Одно Предложение В блог Приглашаются Учителя Родители И Дети И Мы Заснулись Одним Количеством Подписчиков Проснулись С Другим Среди Коготки Мягкие Пяточки Вяжу На Заказ Ну Вы Понимаете Да О ком Идет Речь И Мы Ничего Не Могли С Этим Поделать То есть Мы Так Придерживались Мысли Что У нас Будет Целевая Аудитория Состоящая Из Учителей Ну Может Быть Кто-то Кто Просто Интересуется Педагогикой А у Нас В Результате Оказались Такси Пяточки Футбольные Клубы Которые До Сих Пор Отписываются От Нас Мы Попросили Удалить Эту Статью То есть Вот Есть Такие Случаи Когда Из Желания Сделать Лучше Просто Приводит К Нежелаемому Результату Сейчас Отписываются А мы Переживаем Потому Что Ну Мы Не Знаем Кто Отписывается Но Постепенно Потом Мы Смотрим Что У нас Пяточки Мягкие Ушли Там Рязание На Заказ Это Действительно Был Такой Вот Момент И Мы Очень Сильно Расстроились Это Мы Готовили Только Для Целевой Аудитории Учителей Это Тоже Очень Важный Момент Когда Вы Берете Только Ту Целевую Аудиторию С Которую Вы Будете Работать Потому Что Детям В нашем Блоге Не Интересно Родителям Ну Где-то Может Быть Что-то Может Быть Интересно И То Это Будет Не Сто Для Них Полезное То Если Вы Расширяете Блог Интересно Всем Да То Писать Такой Пост Который Будет Интересен Всех Что Касается Написания Постов Наверное Больше Всего Это Было Сложнее Мне Потому Что Действительно Первое Время Я Просто Рыдала Я Не Могла Я Не Понимала Как Мне Нужно Красиво Так Чтобы Как В Инстаграме Написать И Я Перевела В Состояние Навыка Я Хотя Чуть Чуть Я Понимаю Иногда Что Этот Пост Никогда Не Отправлю Ни Лени Не Маши Почитать Потому Что Просто Я Понимаю Что Я Не Отправлю Почитать Потому Что Это Ужас Но У У меня Сложилась Определенная Методика Написания Постов Я Сначала Пишу Идеи И Идеи Рождаются Вот Буквально Там Я Веду Урок Я Что Несколько Раз Дела Я Хочу Предложить Это Коллегам Я Это Записала В Идею Это Может Быть Например Там Использование Поговорили С Родителями Детей Они Сказали Вот Вы Знаете Вот Этот Прием У Моего Ребенка Выполняли С Работа Я Пишу Идею После Того Как Я Написала Идею Я Начинаю Расписывать Что Я Хотела Сказать Как В Детском То Как В Первом Классе Пункт Один Два Три Четыре И Потом Пишу Какие Личные Примеры Которые Я С Пережила Стараюсь Поставить Эмоциональную Окраску Нам Действительно Было Очень Сложно Мы Как То Пытались Эмоции Отдвинуть В сторону Меньше Работать С эмоциями Просто Такую Сухую Методическую Информацию Передавать И Постепенно Мне Самое Понравилось Я Перестала Плакать Сейчас Я С удовольствием Пишу То Что Мне Нравится И В Какой То Момент Ну У У меня Было Такое Желание Бросить Я Плакала Боже Зачем Мне Это Надо А Потом Сейчас Нам Приносит Блок Удовольствия Немного Денег Часа Север Часа Приносит Блок Удовольствия И Самое Важное Что Мы Решили Что Мы Будем Заниматься Этим Всем Только До тех Пор Пока Нам Это Приносит Удовольствие До Тех Пор Пока Мы Хотим Что-то Сделать Пока Мы Хотим Что-то Поменять Педагогики Объединить Возле Себя Учителей Которые Такие же Неравнодушные Которым Нужен Пример И Нужен Толчок Двигаться Дальше Нам Было Приятно Что У нас Три Направления Сейчас Это Направление Самого Блога У нас Еще Направление Это Курс Который Мы Запускаем И Третье Направление Которое Мы Открыли На днях Это Телеграм Канал Поддерживающий Для Учителей Мы Провели Самое Главное В многих Встречах Это Не Мастер Класс Это Не Тренинги А То Что Мы Можем Общаться Мы Провели Вечерние Посиделки На У нас Стала Интернациональная Интернациональный Блог У нас Очень Много Пришло Из Российского Университета Из Украины Из Украины Много У нас Просто В какой-то Момент Смоленский Педуниверситет Подписался Просто Несколько Человек Наверное Преподаватель Был На одной Лекции Вместе Со мной И просто Он услышал Как я Рассказываю И он Рассказал Своим Студентам И студенты Подписались На нас И Очень важно Было С учителями Общения Вот мы Завели Этот Поддерживающий Канал И у нас Была Первая Зом Встреча И нам Было Приятно Когда Наша Коллега С Украины Сказала Спасибо Вам Я начала Вести Свой Блог Для нас Это важно Пока Мы можем Кому-то Помочь Мы будем Помогать Итак Резюмируя Все В процессе Работы В общем Посты Регулярные Как можно Чаще И тогда вас будет показывать Большему количеству Аудитории Сторис Снимайте Очень любят Лайкать И отмечать Сторис Про ваши достижения Или про что-то Такое личное И очень любят Что-то юмористическое Ну что там Где посмеяться Хоть немного Из учительской жизни Да Минутка юмора И третий Еще Способ Привлечь Аудиторию Это Приглашать На прямые эфиры Прекрасных Людей Сферы Педагогики У нас было Только Три прямых эфира Запланировано Очень много Первый Он был Вообще Задорный Нам Крась Делали Что там Макияж У нас наш ученик Просто Решил Реабилитированный Какой Макияж Учителя И он Да Сделал макияж Прямый эфир Рассказал Как учителя Ухаживать за собой По быстрому Утром За 5 минут И вы знаете Это имело Вот уже Зрители И все Радовали Второй Был прямой эфир У нас С нашей ученицей Которая уехала За границу Она рассказывала Об образовании В Германии И вот Третий Недавний Мастер-класс Алла Николаевна Лозицкая Наконец-то Нашла время У нас был Попет-дизайн Мы планируем Разноплановые Мастер-классы Следующий будет С Есистом Евгением Который расскажет О трех событиях В своей жизни В конкурсе Учитель года В 43 методичках И о том Как он не сдал На учителя-методиста И мы хотим Это обсудить И он готов Это обсудить На эти эфиры Приходят люди Задают вопросы И это тоже Привлекает аудиторию Значит Если вы еще До сих пор Не подписались На нас Да На данный момент Давайте подписываться Друг на друга Ходить в гости И может быть Белорусское блогерство Среди учителей Оно должно быть развито Это точно Мне очень обидно Когда я смотрю Не очень профессиональные блоги У российских Извините Коллег У украинских А они ведут их А белорусский менталитет Не позволяет Почему-то выйти И открыть миру Какие мы звезды И между прочим Украинские педагоги Говорят Что на белорусские учителя Им очень импонирует Потому что у нас Свежий взгляд Давайте этими Свежими взглядами Делиться со всем миром Спасибо У вас вопросы должны быть Уберитесь Своим блогом Дайте адрес На сайте Конечно Education Так Таня Там с самого начала Надо И сейчас Пока Таня ищет Значит Еще очень важный момент Это фотосессия Да Значит Фотосессия Ну мы такие Мы писали Мы не очень молодые К сожалению Но Дерзкие Баршни Которые Фотографироваться По многим причинам Не совсем Мы любим И мы когда шли на фотосессию Я вам честно говорю Мы взяли с собой шампанское Мы были уверены Что мы вообще ни разу Не раскрепостимся И без алкоголя Там нам Нечего делать Да Но алкоголь Там Не понадобился Нам Education Fresh Образование Свежесть Не хочет Все идет Ну вот Вот это Да Это мы все Нижнее подчеркивание Но мы получили От фотосессии Уже не то пишу Мы рады помочь У нас Мы выкладываем И бесплатные материалы И причем Очень интересные Поэтому Ну и Работаем 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 Поэтому если у вас Лишних Лишние сутки есть Это очень много Времени То Однозначно Но вы Но вы попробуйте Потом в это Можно втянуться Легко Мы тоже кричали Что у нас нет времени У нас уроки У нас репетиторство У нас все 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 А в результате Сейчас уже пишем На перемене Одной ногой Стори снимаем Там за две секунды То есть это все Приобретаемый навык Надо просто Ну верить в идею Наша идея То что образование Должно быть Другим И педагогика Должна быть свежее Актуальнее И интереснее И надо не повторяться Эмоциональная составляющая Это то что остается У наших детей Не то что мы их учим К сожалению Да Но то какие мы Вот это они запомнят Да Сверти пожалуйста А как вы Широковостров Ой слушай Это прекрасный момент Ой тут на камеру Ну ладно Ой нет Значит Ну у нас была там Ситуация Не очень хорошая Директор спросил Не пойдем ли мы Туда куда нас позовут Ну мы сказали Что у нас все Очень не видно Значит смотрите Мне кажется Они сейчас боятся нас Потому что По крайней мере Очень уважительно С нами общаются Потому что если что-то И главное Что наша зауч Она всегда комментирует Еще наши посты Вот она например Говорила про то Что какие мы должны быть Амбициозны И как это хорошо То есть они находят Такие невинные темы И высказываются там Но директора Среди наших подписчиков Нет Но все заучи есть Все метод кабинет Городской тоже есть Ну и много коллег Из других школ Пока сидят Пока ничего Все может быть Ну по крайней мере По крайней мере Так очень-очень аккуратно С нами Пока Пока Пожалуйста Вы готовы Еще одной процедурной стороне Что вам могу сказать Вести блог Инстаграм Школьный Я имею в виду Что именно Инстаграм Вести Бесплатно Освещать Все Делать Раз у вас получается Вести блог Вести школьный А у нас все Потрясающие перспективы Конечно Слава богу У нас есть блог В инстаграме У него никто не ведет Он просто есть Я думаю Что мы на этой стадии И остановимся Там Да У нас фотографии Наберите Наберите фотки Выкладываю Да У нас фотографии С фотографиями Кстати тоже Очень важный момент Вы же понимаете Что выложить фотографию Ребенка А если снимать То к сожалению Приходится снимать И детей Можно только С его согласия Не с его даже С родительского согласия И это очень тонкий момент Мы Те там Три фотографии Которые у нас В сторис Проскочили Детские Это действительно Было получено Их разрешение Этих детей Они уже Это были старые Какие-то фотографии Вот эти детские фотографии Выкладывать нельзя И получается Кого снимать Мы вынуждены Снимать друг друга Понимаете Потому что это же Наш блок Это тонкий момент Но я вам говорю честно Вот причем Поражает тот факт Что когда на сайт Школы В инстаграм Никто у них Не спрашивает Разрешение А так А здесь мы должны Вот его получить Вы будете Вы будете использоваться Бесплатными Или уже платными Тоже Продвижение Прилегает Но у нас Маша Маша попробовала рекламу Я вам скажу честно Вообще К огромному количеству людей Срабатывает Сарафан Была пара постов С этим связано Но мы пока отказываемся Но в принципе Это тоже источник дохода Поэтому если вам предложат Ну пейте кофе В прямом эфире Это тоже деньги Вы говорите Что это источник дохода Но это же нужно Оформлять Так Этот момент Это самый тонкий Спасибо за вопрос По поводу того Что мы творим Да Какие у нас отношения С налоговой Очень Ну наш роман Не состоялся По той простой причине Что никто из них Не знает Как наши услуги Куда их отнести Мы платим налог Как репетитору Потому что Слава богу Никто еще не додумался В налоговую Уточнить Что это репетиторство Для детей То есть мы Типа как репетиторы Для взрослых Мы оказываем Образовательные услуги И взрослым Тоже можно это делать То есть мы сошлись На том А кстати подняли Уже много кого Таня обращалась Уже в министерство По налогам и сборам Они смеются Они говорят У вас будет доход Там тысяча долларов В месяц Сколько вы планируете Зарабатывать На рублей Они нас Отправили Ну они не говорят Что мы должны Оформлять ИП По крайней мере Пока Если вы Зарабатываете Семь тысяч До Рублей Легот И менее Ни одна налоговая К вам не будет И нет ни одного Я уверена Мы в этом статусе Останемся По крайней мере То что я написала Позвонила И мне сказали Вы заработаете столько А я как Для учителей Всегда вопрос Очень денег Очень такой Специфический вопрос И я как Ну вот я же говорю Мы вот как Мы же вот все по-честному Мы правильно Мы хотим платить налоги У нас не берут Да 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 30 рублей Если вы зарабатываете 50 Заплатите 100 Нет У нас единый там налог На репети В нашем городе 30 рублей Каждый месяц Мы осчастливливаем налоговую 30 рублями И в это входит Как они говорят Все Если что-то изменится В законодательстве То конечно и нам придется Эджайл Вменяться Безусловно тоже Так Есть ли еще вопросы У нас просто какой-то ужас У нас магия цифр У нас когда 999 Да Или 666 Вот такие вот страшные цифры И мы замираем на них Мы 1300 Не могли получить Мы думали Мы сейчас прием на этот кэмп И гордо скажем У нас 1300 Мы приехали 1292 И хоть что хочешь делай Никто не подписывается Больше 1300 Да Спасибо Это благодарят Есть периоды Когда у нас подписывается Очень много Вот Особенно там Особенно если мы где-то выступаем И вот у нас такая большая подписка Бывает время Когда поменьше Мы даже можем предположить Какие-то не больше Какие-то не меньше Да Это все инстаграм просто Отслеживаем Но Но 1300 Чем-то мы их сцепляем Честно говоря Я не знаю Честно удивительно За три месяца Без рекламы Это без рекламы Нет У нас четыре дня уже идет реклама Поэтому же нельзя говорить Что без рекламы У нас вызывает большее удивление Что учителя в инстаграме В пол шестого И они начнут Утро Да И до семи Вот это вот время учительское Это поразительно Если честно И вечернее время Это вот То время Когда лучше выкладывать посты Когда вас увидят больше всего Ну У нас полезные посты Вот у нас полезные посты Очень много Одиночно перекладывать То есть говорить о том Что где ты это взял И вот начинается Такой вот приток подписчиков Ну учителя тоже очень разные Будут приходить те Кто просто будут сохранять Ничего вам не скажет И не поставит лайк Будут те Кто будет ставить все время сердечки У нас вот есть Ира Вот она где-то на Эдкэмпе Она все время регулярно Нас поощряет сердечками Но не пишет ничего То есть они очень Да Ну мы понимаем Что они есть Это и есть обратная связь Не все хотят писать И это тоже нормально То есть просматривают Что-то не заходит Мы понимаем Что может Ну неудачный пост какой-то Плохо написали Значит Но у нас хорошо Что мы пишем контрастно И мы подписываем посты Но уже все узнают Мне достается лирическая часть Ни о чем Это я лояльность повышаю А Таня уже такие Пишет серьезные проверенные вещи И какой-то баланс мы держим Даже Маша один раз ворвалась Когда вот ее уже достали Эти споры с нами По поводу языка учительского И кстати Маша просила передать Что небольшую консультацию Где-то в телеграм-чате Она вот может дать Она уже свыклась Учительская аудитория Она сказала Что это страшные люди Но с ними тоже можно работать И она говорит Я могу немножко помочь С распаковкой Потому что часто Учителя сами не знают Какие они прекрасные люди И профессионалы Поэтому у нас Не работавшие Учителя Она сказала Сейчас так готово Помогать учителям Чтобы наше образование Было самое лучшее И вы понимаете Это потому что Дети пошли в школу Все Спасибо У нас время закончилось Спасибо Я хочу поблагодарить В социальных сетях У нас один блог И если я на вас буду Ссылаться Ну не я Мы Мы будем счастливы Вот так и продвигаются Блоги Да Я думаю Это не в обиду будет Что пингвин птица гордая Пока не пнешь Не полетит Правда Хорошо Что у вас Вот такой Вас А вы наверное Мы пингвины Ну и все Кто здесь сидит Будем очень рады Какой-то идеей Таким зарядом энергии Вы поделились Спасибо вам огромное Я сама слежу За вашими публикациями Большое спасибо Все в вашем плане Это вообще Все в тренде Все в тренде Все в тренде Большое спасибо Спасибо Будешь писать посты Уже да В книжечке От Даткэмпа Спасибо Это будет здорово Белорусские наставники Себе подвигаются У меня он взрослый Такой правда Это правда Потому что действительно На нас мало Мало Чтобы мы вот себя Умели так преподносить Здорово Спасибо девчонки Спасибо Спасибо